Показывай свои стопы красивые и следи за лицом. Вкусненько старайся сделать. Вот так. Показывай свои достоинства. Показывать надо. Многие твои достоинства. Поэтому покажи их всем. Как бы ни вышло, никому ничего не показывай. Борись сама с собой. У тебя твоя проблема, ты сама. Сама с собой борись, и тогда будет все нормально. Лицо. Я тебе скотч вот так приклею. Кверху. Нет, Саночка, не закидывайся. Закидываешь, сделаешь животом. Над ногами. Саночка, улыбнись, пожалуйста, Кис. Улыбнись, а. Улыбнись. Улыбнись. Карик, да? Боже, первый курс. У меня уже ничего не хочется. Оказывается, с Моисеевой намного легче репетировать, чем Сулановой. Я не имею в виду, что похалявить можно. Просто она не орет, не давит морально. Разбираем потихоньку, что-то подскажет, успокоит. Наоборот, тут так и хочется работать и работать. Ольга лучше стала работать. Не бросает на половине вариаций, меньше капризничает. Самое главное, не звездит, в отличие от некоторых. Да, вводи, вводи. Вот туда, вводи. Ты все знаешь, что правильно делать так? Субтитры создал DimaTorzok В конкурсе будешь репетировать, так и будешь слезы лить. Вот именно встанешь и сделаешь. Девочки, ну не может каждый день все получаться. Ну не может. Ты же не робот, правда. Ну все. Ну давай поплачь. Ну давай, время пришло. Слезки болит. Ну давай сегодня одинарную сделаем. Давай сегодня одинарную. Сегодня все пошли в театр, а я из принципа осталась. Не хочу снова сидеть там одна, чтобы девчонки меня игнорировали и никто со мной не общался. Лучше давай помечтаем о дневничок. Помечтаем о хорошем. Например, о еде. Я хочу или отбивную, или котлет мамочкиных. Хочу салат из крабовых палочек. Хочу блинчиков с вареньем, сметаной, молоком. Или лучше оладушки со всем этим. А нет, лучше бутерброды с чесночной замазкой. Больше всего я соскучилась за домашними котлетами с кетчупом и майонезом. Но я такая толстая. Завтра, послезавтра, после-послезавтра и в воскресенье голодаю. Просто голодаю. Мне это надоело. Зачем мне мороженое? Зачем мне печенье? Можно обойтись и глотком слюной. Завтра у нас экзамен по классике. И я ни за что в жизни не получу на этом годовом экзамене 4+. Мне бы хотя бы двойку натянула комиссия. Ну, дура я. Полная дура. Во-первых, я растолстела жутко. Во-вторых, у меня нет ни крепкой спины, ни прыжка, ни устойчивого подъема, ни поясницы. В-третьих, у меня пропало самое главное для цели. Желание. Я не хочу заниматься балетом ни капельки. Поскольку я знаю, что все равно у меня ничегошеньки не видят. И есть девочки, которые в миллиард раз способнее мне и меня. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, моя самая красивая, самая любимая мамасе. Мамчик, я даже не знаю, что можно сказать про экзамен. Лично я выложилась по полной программе. В общем, станок мы сделали только с одной передышкой. И я в своем репертуаре. Если в обычном учебном процессе туры шли нормально, то в этот день я почти все завалила. После станка ноги уже не держали, и дыхалки не было вообще. Пот лил ручью. Вот так и прошел экзамен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот редко Бог дает такие роскошные ноги. Но чтобы эти роскошные ножки работали, им нужна сила, Оксана. Сила. А все вы остальные, вы должны сделать свои коряги красивыми, удобоваримыми ножками. Понятно? Когда нам говорила оценки Уланова, я, конечно, не выдержала. Просто истерика и все тут. Бесит эта фамилия. Скорик. Одно то, что всех она называла. Так, Олечка-четверка, Анечка-четыре плюс. Искорик. Четыре плюс. Задрала уже. Поменяю на мамину. Абушахманова. И пусть язык ломает. Бесит просто-напросто. Сегодня первое воскресенье после экзамена. Аня Богданова, пострадай, днём рождения. Желаю счастья, здоровья. Я так ждала этот день. У Ани Богдановой день рождения. На стенке у них с Машей веселье, большой торт, музыка. А я сижу одна. Конечно, никому и в голову не пришло меня пригласить. Ну и пусть обжираются. Им же хуже. Да, это нет ли передной бумажки, там стоит одна бумажка. Почему люди бывают такими злыми, жестокими эгоистами? Вообще балет это жуткая профессия. Сегодня будет звонить мамочка. Я ей все уши прожужжала за эту неделю. Про то, что мне здесь надоело, и я хочу домой. Меня все грызет и утруждает. Кажется, что для меня нет места на этой земле и в этом мире. Все мои дела катятся куда-то в глубокую пропасть. И я никому не нужна. Зачем мне жить? Я же ничего не добьюсь в этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и закончился год. Через два дня я буду дома в Харькове. Главный план для меня вырасти за следующий год. Хотя бы до 171 сантиметра. Иначе вообще не вырасту. Ну а дальше что будет? Еще два года до конца школы, два года в интернате, два года классики. Лучше сейчас не загадывать. Но одно я могу сказать точно. Я хочу танцевать. Субтитры создавал DimaTorzok В это невозможно поверить. Но сегодня у нас последняя классика. Через два дня самый главный день. Выпускной спектакль. Как все говорят, детство закончилось. Да и я, наверное, так считаю. Потому что я стала другой. Совсем не такой, какой была два или три года назад. У меня действительно была анарксия. Потому что, когда я приехала, вот Лидия Григорьевна сказала там, ну ты похудеешь. Мне сказали еще. Потому что я стояла рядом с Яной Алфимовой. И нас, конечно, сравнивали бы. Ну я стремилась к этому, как бы. Потом уже еще больше себя ограничивать стала. Доходило до того, что я стояла на классике просто с закрытыми глазами. Не могла вообще. Вот так открывала меня. Я просто воспринимаю себя такой, какая я есть. Раньше я боролась, можно сказать, со своими достоинствами. А сейчас я как бы вот сама по себе есть и все. У меня пошли. Главное об окончании школы я успела разглядеть маму. Она сидела среди других взволнованных родителей. Мама улыбалась. А я в этот момент думала только об одном. Неужели все это кончилось? Спасибо. 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 Спасибо.